Люди против тех, кого приручили. В посёлке Восточный местных жителей атаковали собаки. По их словам, безнадзорные собаки 4 месяца назад облюбовали улицу Герцена. Уличные псы пугают местных детей, утверждают родители. Девочка с соседнего проволока постоянно приходит и просит, чтобы я её проводила. Потому что у неё родители не всегда дома бывают. То есть я постоянно хожу, её провожаю, беру лопату и пошла провожать. Сидела дома, слышу виск ребёнка. Выглядываю, делает ребёнка, стоит здесь напротив. Её окружили собаки, девочке 7 лет. Я, конечно, выскочила. Она ко мне прижалась, ей страшно, её трясёт. Я успокоила, проводила. Тогда 8 собак было. Но мы дело в том, что боимся за своих детей. Детям страшно ходить. Они не выходят у нас. Жители Восточного добавляют, собаки делят территорию обитания и устраивают драки между собой. Сегодня по действующему закону отлов животных организован так. Подрядчик от муниципалитета вылавливает собаку, стерилизует её, ставит прививку от бешенства, чипирует и выпускает в то место, где она была найдена. В прошлом году, по данным Департамента развития городского хозяйства, на эти цели было потрачено свыше 700 тысяч рублей. В этом выделен миллион. Но взять его исполнители не торопятся. Желающих подрядчиков нет. Те, кто раньше занимался этим, отказались от нового контракта. Городские власти пока ищут, кто же будет исполнять закон зоозащитников. Другого варианта обращения с бродячими собаками у власти нет. В городе Кургане у нас нет возможности на бюджетные деньги создать приют, отлавливать и содержать их, потому что это очень дорого. И если довести до населения, то содержание одной собачки в месяц будет у нас чуть ли не как приравнено к минимальному прожиточному минимуму. Свой прожиточный минимум собаки восточного посёлка получают, вероятно, из переполненных мусорных контейнеров. Ведь жители утверждают, никто животных не прикармливает. Зоозащитники уверяют, бояться чипированных особей не стоит. Они не агрессивны. А жильцам частных домов советуют наладить отношения с теми, кого принято считать братьями меньшими, и взять себе по собачке. Между тем, по неофициальным данным, в городе сегодня 1200 бездомных животных. В 2019 году 74 собаки стали обладателями специальных чипов, и только трёх из них удалось пристроить.